Задание 12. Найдите точку максимума функции y равняется x-5 в квадрате умноженное на есть цепени x-7. Решение. Раскроем значение x-5 в квадрате. Получим функцию y равняется x в квадрате минус 10x плюс 25 умноженное на есть цепени x-7. У этой функции нужно найти точку максимума. Вспомним, что точки экстремума функции находятся в точках, где производная равна нулю. То есть это могут быть точки либо максимума, либо точки минимума. Сначала найдем точки, в которых производная равна нулю. Для этого вычислим производную от этой функции y. Получим производная от y после некоторых математических манипуляций равна есть цепени x-7 умноженное на x в квадрате минус 8x плюс 15. Теперь в соответствии с нашим уравнением приравняем полученную производную нулю. У нас получится следующее выражение. Здесь можно заметить, что вот этот первый множитель, е в степени x-7, никогда не будет равен нулю. Нельзя найти такую степень у числа е, чтобы сделать данный множитель равный нулю. Следовательно, все это может быть равно нулю только в том случае, если второй множитель будет равен нулю. То есть когда x в квадрате минус 8x плюс 15 будет равно нулю. Именно из этого уравнения и найдем точки экстремума. Решаем стандартное квадратное уравнение через дискриминант. Получаем два корня. x1 равно 3, x2 равно 5. Вспомним, что в точке максимума, например, вот такой график. Вот точка максимума. Это график функции y. В этой точке касательная параллельно оси OX. И именно поэтому производная в этой точке равно нулю. Поведение касательных до точки максимума и после точки максимума выглядит следующим образом. Здесь идет прямая линия с положительным коэффициентом, с положительным углом наклона к оси OX. А здесь идет прямая с отрицательным углом наклона по отношению к оси OX. То есть тангенс угла наклона вот в этой второй касательной будет отрицательной. То есть, когда наша производная меняет свой знак с положительного на отрицательный, то точка экстремума соответствует точке максимума функции. Наша задача проанализировать в соответствии с этим, какая из этих двух точек является точкой максимума. Можем подставить крайние точки X, равные 2, X, равно 4. 2 и 4. В этих точках, если мы посчитаем данное выражение, получим в точке 2 знак плюс, а в точке 4 знак минус. Производная меняет свой знак с плюса на минус. Это как раз соответствует точке максимума. То же самое можно проанализировать и с точкой X, равной 5. Если подставить сюда значение X, равное 4, а сюда X, равное 6, то получим минус и плюс. То есть, производная меняет свой знак с минуса на плюс. Это будет соответствовать уже точке минимума. Значит, точка максимума это единственная точка X, равное 3. Это и будет ответом данной задачи.